Да, это все называется облегченная бабочка, то есть вы подкладываете подушку чуть легче бабочка, облокотились еще чуть легче. Это тоже нормально, потому что очищение идет, но не такое сильно. Нужно ли свежий воздух пускать? Конечно, как бы тогда, без природы, чистки нет, нужна энергия природы. Можно ли тогда, например, чтобы расчетиться с оптическими упражнениями, нужно сколько, 65 минут просидеть? 65 минут – это 5 слоев психических, да, это максимум, больше не надо. Просто это вопрос, как сидеть. Если вы сидите, допустим, по-турецки, то это раза в три больше надо сидеть, чтобы прочистить. Это очень слабая чистка. Если бабочки, то тогда 65 минут, если стоите 65 минут, а если вы стоите на голове, тогда за полторы минуты чистится один слой. А если вы висите, допустим, есть такие перевернутые, ты закрепляешь ноги там где-то и висишь просто, то это пассивная чистка. Две минуты – это что, слой чистится. Но это пассивная чистка, это не активная, но тоже статическая. И, допустим, если ты сидишь, ноги вперед вытянул, и вот так нагибаешься к ногам, то за 7 минут слой чистится. Ну, то есть разные нагрузки на организм дают разную чистку. Но вот эти основные упражнения, стоя на коленях, алмаз, бабочка, лотос, они чистят одинаково в 13 минут один слой. И что означает, если стоять или на коленях, но ты в обморочке начинаешь надо сделать? Да, значит, это для тебя слишком сильная чистка. Надо брать чистку, которая легче, мягче чистит, а потом уже переходить на более сильную. Не нужно сразу там делать то, что тебя сразу вломает. То есть, значит, не выдерживайся, нагрузки просто. Можно еще один вопрос? Я недавно ушла от мужа, развелась, я просто не могла больше. Что, два сбил? Нет, ну, я как-то, ну, это, может, детическая расстройка, лечность, и я как-то, что ничего не меняется, и все просто безнадежно. Что, он неадекватно себя вел, что ли? Ну, да. Как, что, он заговаривался? Сельменические, мы не сплавляться, и все время не отжимы. Ну, такое. Может быть, тебе лучше было на дистанции жить, условия ставить, воспитывать, чем уходить. Вы понимаете, проблема ведь не в том, что вы, допустим, ушли, ну, ушли, и что. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы портите себе судьбу. Вот вы ушли, сейчас сердце холодное. Пока вы не раскаетесь, а это может год-полтора уйти молитвой, тогда легче не будет. Ну, сейчас вы не можете никого встретить, потому что вы наказаны. Человек бросает, наказан сразу, Бог сразу наказывает тут же. Вот. Надо пытаться воспитывать человека, ну, как бы, жить отдельно, ставить условия, пытаться развивать человека. Если он не хочет ничего, значит, тогда до свидания. Но вы бросили, но вы бросили, вы мне можете доказывать все, что угодно. Я смотрю на ваше сердце, вижу. Это означает, что вы бросили неправильно, Бог вас наказал. Что мне делать? Дальше раскаиваться, молиться. Ну, что-то делать. Очищать сердце. Вот сейчас, то, что я вижу, полтора года, никого не будет, такое наказание. А дальше неизвестно, кто будет. Вы сейчас в плохой категории Бога. В этом плане, в плане дальнейшего замущества. Не выполнили задания свои. Мы, может, что хотим делать. Просто потом-то будет результат. И результат не так, как мы думаем. Бог решает сам, какой будет результат. Если, допустим, встречалась с парнем и рассталась, это одно. А если вы уже живете, то совсем другое. Но опять не надо отчаиваться. Надо просто жить дальше, молиться, очищать сердце, побеждать судьбу, преодолевать трудности. Бог дал такого человека, значит, были причины. Вы в прошлой жизни так же себя вели очень агрессивно к мужскому периоду. Сейчас получаете результат. Жизнь в бомеранг. К тому ведется. Что вы даете? То и дольмация. То, что посеешь. То и божи наши. Ложи не побьете. Ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощай. Получишь прощение. Вы отдаёте. Вам отдают. Вы предаёте. Вас отдают. Вы обижаете. Вас отдают. Вы убожаете. Вас отдают. Жизнь в бомеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся в ряду. Сверхные мысли. Божественные мыслятые. И если не другое. Подумай об этом. Дальше вопросы. Валентина. Сегодня ваш день. Давайте. Мы не можем. Здравствуйте. Олег Геннадьевич. Я все празднула. Любви. Заполновалась. Олег Геннадьевич. Учусь, работаю, стараюсь. Молю, устраюсь. Где мы уже жили, да? 15 лет назад со мной случилась такая история. Я влюбилась. Я влюбилась. И, конечно, эта ситуация была... Ну, что тут уже греха таить. Много совершено ошибок. Вот. Много было вежества, страсти. Вот. Ну, а 10 лет назад я встретила ваши лекции. И стала их слушать. Вот. И я поняла, что эти отношения не имеют долгосрочной перспективы. Ну, я еще буду называть своими словами. Я этого человека оставила. Ну, вы же, это же не муж был? Это был не муж. Это был гражданский брак. А, все-таки тогда муж. Ну, все-таки такой, да. А сколько жили вы вместе? Ну, лет пять. Ну, это муж уже. Это да. Это да. Это да. Да. Ну, был блог, получили вы. Да. Блог получили. Да. И случилось так, что мы расстались и каждый стали жить своей жизнью. Я пришла в благость. У меня появились другие интересы, планы, другое окружение, люди. Я стала очищать свое сердце. Ну, все по вашей программе. Вот, потихонечку, постепенно. Конечно, еще много ошибок. Я стараюсь. У нас случилось так, что этот человек оставил тело. Вы не виноваты вообще. Все, у меня больше ничего нет, вопросов никаких. Каждый по своей судьбе истребляет. Даже когда его бросали, это была его судьба. У него был плохой период, начался в сабыке. У него был период связанный с расставанием. Перед тем, как вы его бросили, он дошел в такую депрессию. Тяжело было общаться с вами, он такой был уже замкнутый. Ну, с ним тяжело было жить в целом. Ну, вы не ведете жилье. Мы получили свое наказание. Но винить себя в смерти человека, с которым ты уже не живешь 10 лет, это вообще глупо очень. Для чем такое? Да, потому что... Но вот люди, понимаете, люди неправильно все расценивают. Вот он ушел из жизни, и вы почувствовали осадочек, да, внутри. Есть только одна причина. Вам надо за него молиться. Вот и вся причина. То есть это означает, что Бог от вас хочет, чтобы вы ему помогали. Потому что ему больше некому помогать. Вот вы единственный человек, кто может за него помолиться. Я так и делаю. Спасибо, Людмила Иванович. Все, отлично. Спасибо большое. Всех вам властным разливиям. Ваш вопрос? Здравствуйте. Очень приятно относитесь. Пригнаем, когда я расскажу вам за овощи, но у кого-то живой. Вы откуда-то скидь? Из Сиболи. Ну, я вам сказала, из Сиболи. Угу. У меня вопрос? У тебя хотела бы появиться на инстаграме, на выноши, на лестнице, на лестнице. Лина у нас ждет в Терсе, а сейчас у нас уже 5 детей. Вы 5 детей родили? Да. Угу. Род идет. Круто. И последние это двойняшки у нас родились. И им сейчас полтора года. И я думаю, выходите на работу или нет. У меня была такая одна. У меня знакомая одна. Родила двойняшек. Я ее, знаете, как поздравил? Я ей песенку спел. Дважды 2-4, дважды 2-4. У нее первые двойняшки родились. Песенку спел. Дважды 2-4. Да? Дальше вопрос. Да, я не понимаю, уже когда было трое детей, я всегда работаю, работаю. И я не понимаю, почему здесь это танец, потому что у меня мышление становится более туманным. И мне кажется, что меня выталкивает в это место. Я не понимаю, что там, где я все равно стремилась, почему я хочу поменяться всем. Вы работали, несмотря на то, что у вас маленькие дети, что ли? Да, когда трое детей родился, он был очень маленький, потому что я работаю. И все равно вы работали? Это дистанционная работа, что ли? Нет. Ну, как можно иметь маленького грудного ребенка еще работать? У меня нянечка смотрела, а потом заслала. Ну, для женщины работа это не работа. Женщина воспринимает работу или как развитие, или как отдых. Вы воспринимаете как развитие. И у вас там развитие закончилось. Ну, то есть, женщине на работе должно быть интересно. Она не обязана деньги зарабатывать. Женщина на работе просто развивается. Если ей работа уже неинтересна, она там развилась, то у нее пропадает стимул. А у мужчины стимул это воля. То есть, он себя как личность тренирует, развивает на работу. Ему важно также поддерживать семью, то есть, ответственность. У мужчин другие стимулы. Но женщина, она не стимулирована именно деньгами или ответственностью какой-то. У женщины стимул это развитие или отдых. Если женщине не нравится на работе, она там поболтает с подружками, там пообщается, что-то, ну, как, поглубается всем. И она таким образом чувствует себя хорошо. Если этого нет, то у нее тоже нет стимула работать. Но у вас, вот я так вижу, что у вас стимул работать это развитие. И когда развития нет, стимула нет. А стимула нет, сразу волевой фактор гаснет. Потому что у женщины волевой фактор зависит только от удовольствия, если говорить о деятельности. Если деятельность и удовольствие приходит, приносит, она чувствует в этом смысл. Если деятельность и удовольствие не приносит, то сразу гаснет силы нет. Как бы, все. Ну, первое, что вам надо понять, вам надо заниматься духовной практикой, надо заниматься самосовершенствованием. Это главная деятельность для вашей жизни. У вас денег хватает в семье? Хватает, ну, потому я думаю, при работе, потому что он муж в бизнесе, и ему позднее время, чтобы попадать с вам партнеры, которые его кидают на деньги. И вот я думаю... Ну, помогайте ему... Если я не буду работать, то я буду помогать. Ну, отлично, да. Помогайте ему юридической поддержкой своей. А он как-то другие компактные, наверное, он хочет ему работать? Ну, потому что он муж, и он хочет с вами семейные отношения, не деловые строить. Это тоже правильное понимание вещей. Я думаю, что вам надо заниматься тем, что давать людям знания, консультировать их. Ну, как-то помогать духовно людям. Вы выросли с этой платформы чисто от юридического консультирования. У вас нет стимула этой деятельностью заниматься. А деньги не являются стимулами. Вот вы можете себе внушать, допустим, я могу, я хочу из-за денег пойти на работу, я хочу из-за денег. Но от этого ничего не меняется. У женщины так не работает система. Вы можете работать только или из-за развития, или из-за удовольствия. Есть женщины, которые одинокие. У них тогда стилом является самовыживание. Они из-за этого тоже. Это их стимул у одиноких женщин. Но вы не одинокая, и у вас хватает денег в семье. Это означает, что у вас это не может быть стимулом. Остается, ну, то есть вы потеряли интерес к этой деятельности. И волевой фактор у вас подавлен. Вы не можете дальше ходить туда, потому что у женщины сила воли не работает просто чисто. Я могу себя заставить. Это так не можете действовать. Вам надо, чтобы... Вам интересно было, или развитие, ничего этого уже нет. Там все... То есть вы... Вам жалко, что... Вам жалко, что ваш опыт как будто понапрасну, да? Сейчас. То есть много опыта. Вы специалист хороший. Все теперь понапрасну просто. Ну, да, я поняла вас, я уже не могу застойко применять. Что там, когда ты придешь, то все же обратно. Или уже не то, собак, может, мощь, печатаешь, что-то. Ну, там ничего другого, да. А, это другая тема. Это означает, что... Вас используют и по назначению. Вы руководитель по природе, вы можете открыть свою юридическую фирму, если хотите. И просто набрать сотрудников, и они будут делать это. Будут. Вы можете заниматься социальной деятельностью. Социальная деятельность означает хоть благотворительный фонд. Там тоже юридическое нужное образование. Помощь людям. Вам будет интересно это делать. Но просто руководительная работа. Вы уже выросли из этого. Можете просто... Деятельность для женщины не обязательно работа. Можно благотворительной деятельностью заниматься. Благотворительность для женщины никогда не надоест. Потому что это мотивируется именно тем, что ты помогаешь людям. Они испытывают счастье в твоей помощи. Это не надоест. Это более высокий уровень деятельности уже для человека. Благотворительность. Там тоже есть зарплата, все. Но мотивация другая совсем. Помощь людям. Решили вопрос или нет? Нет. Ну, как бы, обственно, я понимаю. Вам нужен прямой ответ. Вы там не будете работать в этом месте. Это прямой ответ. Все время блокируют, я продвигаю. Вы не будете там работать в этом месте. Ну, я скажу, что это уже все не было. Прошедший этап. Вы там не будете работать. Я вижу, что другое сделать. Но мне всегда нравилось, что я сама зарабатываю деньги. Все равно, сколько зарабатываю. Может, мне нравится, когда я сама зарабатываю. Нет, надо зарабатывать в другой сфере, более высокой деятельности. Деятельность более высокого порядка, связанная с юридическими вещами. Например, добрые дела, благотворительный фонд какой-то, свой юридический центр. Более высокого порядка деятельности вам нужна. Вы уже не сможете работать на кого-то. Или вы сама организуете что-то, или сидите с детьми. Если вы сидите с детьми, то тоже все хорошо? Нет. Почему? Потому что вы социально активный человек. Вам нужно заниматься социальной деятельностью. Иначе вы будете чувствовать себя, как птица в клетке. Но у меня именно сейчас, потому что я хожу на лекции, мне хочется взгляды за людей в какой-то период, когда мне не хочется много разговаривать, ла-ла-ла, травма-ла. Вот у меня как-то в странный период. Но пройдет этот период. Это динамическое движение. Надо длительное движение совершать, чтобы пробивать блок. Блок такой, динамический блок. Он волевый фактор нарушает. Ну, извините, я еще много хожу на дольше. Три часа в мисках, а больше нет. Три часа тоже нормально. Ладно. Нехорошее. Движемся дальше. Вопросы. Ваш вопрос, женщина. У меня взрослый сын. Ну, собственно, он ведет в пенсию. Достаточно много людей. Все, в принципе, как-то нормально. Нормально. Но вы мать, и поэтому вы все равно будете беспокоиться. И, ну, у него не понравится как-то семейная жизнь. И вот смотришь, так, что с ним не так? Тяжелая судьба семейная. Там статический блок сильный. У него сильная чувствительность женщинам. Ему тяжело с ними отношения строить. Устает от отношений. Нужно молиться за него. Ему надо бассейн ходить, неподвижное положение тело делать, чтобы убрать это напряжение внутри себя. Сейчас много таких людей. Раньше люди по-другому жили. Они были на природе. Они испытывали счастье в отношениях с людьми, с природой. Сейчас люди все в замкнутом пространстве находятся. Виртуальная реальность. Энергии нет. Ни социальные силы не подпитываются. Ни подпитываются. Энергии природы тоже не подписываются. В результате люди теряют силу. Они слабеют. И эта слабость, она приводит к повышенной чувствительности, слабой боли или негативному настроению. Три вещи развивают сознание. У него повышенная чувствительность развивается. И поэтому ему тяжело с женщинами находиться рядом. Ему надо убирать эту слабость с помощью неподвижного положения тела и бассейна. А вам надо молиться за него, потому что молитва тоже помогает в этом случае. Ваше ощущение беспомощности, безысходности – это просто объем работы. Вы когда думаете о Боге и молитесь, то вот это ощущение, которое вы меня сейчас спрашиваете. Меня спрашиваете, ему не так тяжело. У меня вот есть такой сын, мне тяжело сейчас. Потому что нужна ему помощь. И помощь – это через Бога, через память о Боге делается. А не через переживания. Вы пробовали молиться, вы на наших ретритах участвовали, не знаете даже, что такое. Есть ретриты такие молитвенные у нас. Надо найти в интернете, познакомиться, как молиться. Там настройка дается. Вместе мы повторяем «Я желаю всем счастья». Или «Алилуйя» повторяем. Или еще разные другие молитвы. Надо учиться этому. К нам можно приходить. Можно приходить в «Лагость» в клуб. И там тоже в клубе вас научат, как молиться, как побеждать судьбу. Печалиться. Не вариант жить. А ему самому что вы предсказали? Неподвижное положение тела. Но как он не будет, вряд ли это делать. Он вряд ли будет это делать. Он же не имеет знаний. Если он будет стоять неподвижно 65 минут и ходить в бассейн раз в три дня, и ходить в бассейн, если 28 градусов, то 70 минут, если будет плавать, то через 7-8 месяцев у него этот блок пробьется, ему легче будет с женщинами общаться. И вероятность жених бы возрастает. И вы говорите, что это не динамическое напряжение? Нет, статическое напряжение. А статическое напряжение? Есть какое-то определенное положение? Можно стоять, можно в позе бабочки, в позе алмаза, стоя на коленях стоять. Разное можно выбирать положение, какое больше комфортно. Но лучше послушать мои лекции на эту тему, чем меня сейчас об этом спрашивать, потому что я вам все не расскажу. Это целая наука, которую за 5 секунд не расскажешь. Я вам в целом сказал, куда двигаться направление. Вы должны это делать. Если вы будете молиться, вы можете постепенно прийти к тому, что он вас услышит и начнет это делать. Вы ему можете объяснить, что у тебя есть в психике повышенная чувствительность, как сказал специалист, которая мешает тебе стабильное отношение с женщинами отзывать. Она убирается с помощью аскез, неподвижного положения тела и плавания в бассейне. Да, потому что меньше не прощается все психика. А у нее блок психический очень глубоко находится. Он поражает 4-й, 5-й психический слой. Поэтому долго надо это делать. Ничего не понятно, потому что надо лекции слушать на эту тему, когда будет понятно. Это наука. Это как бы... Вы встретили инопланетянина, и он вам говорит, что... Как сделать салат из шуршиков, а вы не знаете, что в кушушке. И смысл какой-то. Ладно, мои хорошие, дальше вопрос. Ну, ваш вопрос, девушки. Ну, по очереди там две девушки сидят. Добрый день. Спасибо вам большое за лекции, за вашу интервью, за там рейнгинсика. Хотела попросить... Мне похожий вопрос, как бы я убила, тоже у девочки уже. Я хочу уйти из работы, и просто хотела понять, ну, хороший ли период, ну, как-то... Если смотря с ними... Какая работа? Ну, я... Ну, продажа. Продажа, экспорт. А почему вы хотите уйти? Потому что я чувствую, что очень много... Ну, это такой период, что очень много всего у меня есть, и я... Вы устали работать? Да. А без денег сможете без работы жить? Деньги есть в семье? Ну, какой... Можешь зарабатывать? Ну, да. Потому что у него маленькая фирма, и она еще как-то развивается. Вы хотите, чтобы у него развивалось быстрее, да? Когда вы будете... Поможете ему развивать фирму, да? Ну, я не знаю, если это правильный путь, но... Ну, вы просто... У вас копится статическое напряжение. Вы... Оно идет в работу, в деятельность. Сейчас какой период? Это статическое напряжение будет длиться еще три месяца. И вы, когда приходите на работу, вас все раздражает там, и вы чувствуете, что уже не можете, устали. Это раздражение вызывает усталость у вас. Если бы вы делали статическое упражнение, ходили в бассейн, то вам работа бы не так мешала, как сейчас. Но есть два пути у женщины всегда. Или бросить работу, или делать аскезы, и работать дальше. Но у вас нет такого, что вы бросаете работу, и это грех какой-то. Женщина может работать, может не работать. У нее... Она не является грехом. Я понимаю, что на этот момент уже... У нас тоже ребенок еще маленький, и просто нет такое ощущение, что... Вы перенапрягаетесь, потому что есть ребенок, сил туда идут. У женщины из четырех стадий на работе всегда. Первая стадия – мне нравится. Вторая стадия – ухожу. Ой, устаю. Третья стадия – надоело. Четвертая – ухожу. Вот у семь женщин одна и та же вот. Четыре стадии на работе всегда. Нравится, устаю, надоело, ухожу. И цикл такой идет, вот у женщины всегда в работе. И она должна посмотреть, на каком стадии. Если она из нравится, из нравится, допустим, мне перешло в устаю. Вот, допустим, мне два года было нравится. Потом устаю. Да? Ну, значит, через шесть лет она уйдет с этой работы. Примерно. Ну, это максимум, на шесть лет нам проработать. Если нравится, допустим, закончилось через три года и устаю, значит, можно проработать даже девять лет, допустим. Но если у нее через три месяца уже устаю, значит, она и года там не проделывается. Ну, цикл вот такой идет, и все, ничего не сделаешь на работе. Понятно? Дальше вопросы? Ну, вот рядом. То есть вы меня хотите, чтобы я принял решение, уходить или не уходить, да? Или что? Вопрос в чем был? Ну, да, просто понять, ну, потому что все, как-то, слишком много. Ну, если делать, ну, эти статические упражнения, я могу все просто продолжать, и что-то нужно менять. Если вы будете делать статические упражнения, вам легче будет работать. Вы не так будете уставать. Здравствуйте, я переживаю, что я свою энергию вкладываю в работе не в... Не в ребенка. Ну, вот это уже другое дело. Если это так, тогда надо вкладывать в ребенка. Потому что в ребенка важнее, чем в работе. Хорошо. Ну, просто я хочу одну от стороны, как сказать, от мужа, ну, как-то, просто я как-то знаю, что может быть, где-нибудь у него тоже будет в следующий год, как-то не очень хороший период, и поэтому, я думаю, правильно мне... Ну, и месяц теперь уходить, ну, и чтобы не... Нет, у него сейчас плохой период идет. Сейчас плохой период. Он закончится через 4 месяца и будет получше период. Можете через 4 месяца уйти. Лучше всегда уходить, когда плохой период заканчивается. Вот у вас через 4 месяца заканчивается плохой период. Вы можете через 4 месяца уже решить, уйти или нет. Переждать час, А через 4 месяца легче станет. И тогда вы уже поймете, надо или не надо. Это самый лучший вариант сейчас сделать статические упражнения и работать продолжать. Хорошо, спасибо. И можно еще маленький вопрос? Для ребенка лучше идти в садик или... Сколько ребенку летит? День будет 3, когда в конце года. У вашего ребенка через 7 месяцев начинается плохой период, который повысит сильная чувствительность у нее. И ей через 7 месяцев в садике станет очень тяжело. Сейчас вот она может идти 7 месяцев там быть, но через 7 месяцев она начнет капризничать там. У нее нарушится сон и будет плохо. И это будет длиться около 8 месяцев. Вот тогда, скорее всего, нужно забрать его в садик. Но сейчас можно отдать, ничего страшного. Спасибо, Паша. Я хотела спросить о моем сына. У него 7 лет и всю его жизнь у него отекло внутри горла и где нос. И врачи говорили, что это ничего такого, ничего такого. А сейчас вот ситуация такая, что... А у врача всегда ничего такого. Да, ну вот. И ситуация такая, что у него сейчас кости и деца не растут сейчас. И он научился дышать только не плотом, а через нос не дышит. И врачи сейчас говорят, вот надо операцию, если я делаю, что делать. А демоиды надо убрать и тогда... И он даже, ну, плохо слышит действительно, что у него все время там отек. Я не хочу никакой операции там делать. И сейчас вот... Ну, есть только одно лечение. Это длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Сколько ему лет? Семь. Ну, совсем маленький. Да. Можно ваннами, то есть надо работать с ним. Ну, вот я хотела узнать, как я вот сама буду это делать, если 4 часа прогулками? Да, если вы будете делать, конечно, то будет лучше. У него еще статическое напряжение там. У него там много блоков. Ну, то есть надо в ванне лежать. Ему 28 градусов лежать хотя бы 40 минут. Прочищать. У него не каждый день, раз в 3 дня. Сначала 28 градусов заканчиваем теплой водой. Потом спрей у нас. Есть спрей, который можно брызгать. Надо заказать. Вот у нас по благости централизованно закажут спрей. К ним надо обращаться, чтобы спреем брызгать нос в рот. Чтобы трагическую вирусную инфекцию брать. А откуда вы блоки тогда вы виноваты? Блоки откуда? Вот мы родились и у нас судьба есть. А судьба делает блоки человека. Все по судьбе. Конечно, все во всем вы виноваты. Конечно, что такое. У него же своя судьба есть, Сергей? Вы его судьба? Нет. Значит, у него свои есть какие-то вещи. Вы можете помочь только ему. Можно ветки сосны ставить возле его кровати, когда он спит. Возле его комнаты. Раз в две недели менять ветки. Они убивают вирусы тоже рефлекторно. Можно по две иголочки сосны заваривать. Пить чай с ними. Пить чай с куркумой. Пищу куркуму добавлять. Пищу добавлять гвоздику. Гвоздика убивает вирусы. Куркума убирает вирусы. Да, мне куркума очень много. Нос прочищается с помощью эвкалипта. Возначай с эвкалиптом пить. Также такие сквецы, как анис, тмин. Они тоже, если с ними пить чай, то они улучшают энергетику носа, горла. Но самое главное это движение и ванна. То есть, если он не сможет, неподвижное положение тела он не сможет сделать. Он же маленький. Но если он с вами сможет ходить хотя бы два с половиной часа, раз в три-четыре дня, то вы очень сильно измените ситуацию. Он сначала ртом будет дышать, а потом у него там все пролечится. И даже, вы говорите, у него не растут кости лица. А это тот же самый блок. Это как сама хроническая инфекция тут ни при чем. Это просто развитие этого блока. Вот когда ребенок вообще растет мало, он не растет. Это значит, что у него на уровне костной системы спазмы. Если с ребенком ходить три часа двадцать минут, то пролечивается костная система. И когда костная система пролечивается, то кости лица начинают расти. Потому что они не растут из-за блока, который сформировался. В результате его судьбы. Операция это всегда как крайний способ лечения. Допустим, если у человека уже печень отваливается, я не могу сказать, давайте лечиться ходьбой. То есть все зависит от того, какая степень уже поражения организма. Вот. И я не могу уже вмешиваться сейчас в этот вопрос. Потому что это требует серьезного изучения. Вот. Но если вы начнете ходить и три месяца на это положите. Через три месяца, если изменений не будет, ванны, ходьба. То тогда думайте уже об операции. Мужчина, ваш фрейм вас ждет. Спасибо. Уже есть, да? Все, брызгайте себе нос, рот. Потому что после пробежки, после купания нужно это обязательно сделать. После пробежки лучше как-то? Нет, лучше все равно надо побрызгать. Потому что вирусу тоже может стать лучше. Он может тоже почувствовать счастье. Надо ему испортить жизнь. Наши вопросы. Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. Очень приятно вас видеть снова в пике. У меня вообще все хорошо. Но, к сожалению, пять лет у меня есть проблемы со сном. Я вообще жалована по природе. Я всегда вставала очень рано в шесть часов. И вот пять лет назад я стала вставать в три часа. Сначала мне казалось, что, наверное, я вышла на новый уровень. Но потом я в три часа вставала, занималась. А сколько вы спали? Я в деви вложилась и в три часа вставала. Ну нормально. Да, мне так казалось, что... Если в девять ложиться, в три вставать, человек полностью высыпает. Ну да, но потом казалось, что это не так, мне не хватало. Я вставала три часа, занималась практикой, бегала в это время. Казалось, что очень хорошо. Но потом я чувствовала, что с outgoing раздражительный, что мне не хватало сẵ. Это потому, что когда человек в три часа встает, то у сильно повышается чувствительность. Это режим дня для монахов. Для обычного человека нормального 5 часов утра вставать нормально. В 4 уже чувствительность становится сильнее. Если человек очень много общается с людьми, то вставать в 4 становится опасно, потому что он истощается. А в 3 часа это уже очень высокая чувствительность. Вместе с чувствительностью нужно развивать и волю. Если у человека воля слабая, то люди, вот допустим, у меня очень высокая чувствительность. Могу вас всех видеть, чувствовать. И если бы у меня не было воли, я бы тогда вот так вот... Садят меня. Я бы так реагировал на вас на всех. Ну да, и потом я не могла просто спать дольше. У вас есть блок статическое напряжение на втором психическом слое. Его надо убирать статическими упражнениями. Я занимаюсь йогой 3 раза в неделю. Еще бегаю. Подождите, что значит йогой? Вы неподвижное положение тела делаете? Одно упражнение? Не одно, там несколько. Ну а при чем тут это? Мы говорим сейчас о неподвижном положении тела в одном положении. При чем тут йога? Йога, она дает разминку человеку, бодрость дает. А блоки она не убирает. Если вы, допустим, стоите неподвижно в течение сорока минут раз в три дня, тогда вы прочищаете эти блоки, которые мешают вам спать. А если вы этого не делаете, то тогда это никак не вылечится. Лежание в воде также это помогает. Допустим, 28 градусов, если вода, то надо лежать хотя бы 40 минут. А сколько вы плаваете безвылазно? Час безвылазно и без перерыва. Это помогает, но видно недостаточно, потому что идет плохой период и он еще будет идти месяцев 5-6. У вас пик был, бессонница, нарушение сна месяца три назад. Сейчас уже получше стало чуть-чуть. Ну это волны не делаются. Да, ну вот волна была в это время. А волны еще зависят от Луны, от фаз Луны. Посмотрите, когда спите хуже, отмечаете галочками фазы Луны. Есть такие календарики с фазами Луны. Вы там отмечаете галочкой и увидите, что волна всегда на определенной Луне находится. Но в целом у нас есть такие методики, что можно, кроме этого, еще семена в уши ставить, ставить черно-белую схему камни, ставить расслабляющую схему. Вот у меня малая помощница одна, у нее очень сильно нарушен сон. И мы ей, она вся съездила, но все равно период такой плохой, что он ее душит, она не спит. И мы начали ей сначала расслабляющую схему, потом черно-белую схему. Сон лучше встал, но не полностью. Семена поставить, заснул. Ну, то есть, методы, когда включаем, то хорошо становится. Хорошо, спасибо большое. Я хочу сказать, что сегодня очень много пришло людей. Все ходили, бегали, радовались. А потом мы пошли на речку, поехали. И много людей первый раз в жизни вообще в ледяную воду залезло. И там прокупались. И у нас сегодня день Святой Валентины. Вот у нас, она, сегодня ее день, потому что она первый раз в жизни залезла в ледяную воду. И простояла там полностью все пять слоев. То есть пять минут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. Хорошо. Я очень прямо благодарен всем людям, которые сегодня были. Я получил много счастья с ними вместе. Они тоже, мне кажется, получили счастье все. Кто сегодня первый раз в ледяную воду залезло, поднимите руку. Вот видите, какие молодцы все. АПЛОДИСМЕНТЫ Представляют, люди в ледяную воду заходят и стоят там. Не просто там зашли и вышли, а стоят. Пять минут еще. Вот так вот. Такие вот у вас все. Меня тоже затащили. И взяли меня за руки, тащили туда. Я кричал, соприклилялся. Вот. Потом успокоился. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я шучу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сам пошел. Ну неудобно же. Все идут, мои помощники. А я типа не идут. Я их агитирую, а сам не иду. Я сделал вид, что она холодная, обожаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а если честно, то я вот в Москве. Правда, правда. Ну первый раз было так, что я был в Карганде. Там вообще зима была. И Казахстан. И там выпал снег уже. Это было где-то в ноябре. Озеро еще не замерзло. Ну я как бы, я все время говорю, там купаться. Там вода холодная. Там туда-сё. И мы пробежались там. А я думал, озеро замерзло. Я не взял вымывальные принадлежности. И один парень говорит, Олег Инатьевич, пойдемте купаться. Вы же говорите купаться. Я говорю, я ничего не взялся. Он говорит, а я для вас взял. Ну я, а что делаете? Я говорю, ну ладно. Я говорил, насел там, сижу, цилиндр прочищаю. Он раз, окунулся и сваливает. Я говорю, ты куда? Ты же меня сам затащил в воду. Представьте, он тоже посидел. Вот. И после этого я такую легкость почувствовал. Так хорошо стало. Ну там было градусов 6, наверное, в воде. Потом я в 6 градусов не понравилось сидел. Ну и до этого тоже. Вот. А в Москве они вообще меня затащили в прорубь. Там 2 градуса было. Я думал, это уже... Мне говорили, что 4 это везде 4 градуса. А тут вообще 0,7. Не знаю, от чего это зависит. Почему так? Такая полоса. А? Лёд тает. Течение, да? Да. Вот. Прекрасно просто. Вот как заново рождаешься. Я в Баку покупался в 6 с половиной, посидел 5 слоев. А сейчас здесь вот. Просто как будто ты лекции не читал, не ездил в 10 дней. Ну как такой апгрейд получается. 6 часов до этого на самолете сюда летел из Баку. Апгрейд. Лёгкость такая, свежесть, хорошо стало. Поэтому учитесь этому. Приближайтесь к этому, ко всему. Сначала длительная ходьба. Особенно вместе. Вот люди с нами, кто первый раз. Кто вот сегодня больше всего в жизни пробежал. Поднимите руку. Кто столько никогда не бегал. Вот видите, вот они первый раз в жизни столько пробежали. Потому что видят, все бегают. И им нравится. Это поддерживает. Когда люди с кем-то что-то делают, у них больше воли, больше возможностей, больше силы. Вот так вот это работает. И то же самое тоже. Кто-то пришел посмотреть, как мы купаемся. И кто тоже залез. Невозможно устоять. Хорошо вы себя чувствуете, кто первый раз был? Да? Отлично? Да, мы были еще в сауне, в бане. Но это надо обязательно. После такой ледяной воды надо обязательно погреться. Прогреться. Ну да, дали такие рекомендации. Все по вашим рекомендациям. Как? У меня только голова такая. Как? Голова такая. Вы перегрели с сауной, наверное? Перележали. Ну нет, они там сидели, сидели там. Тук-тук, тук-тук. Не сидела. Нет? Ну немножко перенапрягся организм. Завтра к обеду будет уже хорошо. Сегодня, когда спать будет ложиться, вы смотрите за собой. Что вы или не перегреваться, или не переотпаждаться. Если холодно, тело будет накрутиться больше. Если жарко, меньше накрутиться. Когда спать ляжете, важно, чтобы температурный режим был хороший. Но это, видите, для вас вы же в жизни никогда в такую холодную воду не заходили. Уже хотелось, но нет. Да? У меня была такая голова. У меня было 12 градусов. У меня было 12. 16. 16 даже. 16, да? А тут 0,7. Немножечко напрягается организм. Ну все нормально. Воз давление не повышается, так скажите? Ну нормально, все. Просто там лечиться голова начала. Все хорошо. Ну смеяться чуть поменьше будет. Колокольчик сегодня, извините, не будет. Меняется. Перерыв на обед. Зато Валентина появилась. Валентина появилась с колокольчиком. Все. Она заменила. Все. Смена вам. Валентина. 1, стр. 1, 2, трансмично. Продолжение следует...